Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытия», обратимся сейчас к 29 главе. Повествование об Исааке, особенно об Иакове, его судьбе, его странствиях и злоключениях уже в предыдущих главах начинает приобретать такой несколько билетристический оттенок. А в 29 главе превращается в совершеннейший роман, в котором, с точки зрения веры, с точки зрения какого-то откровения о Боге, интерес представляют очень редкие отдельные вкрапления, причем нередко возникает ощущение, что эти напоминания о том, что мы читаем с вами религиозную книгу, вставлены рукою позднейшего редактора или составителя. При этом, конечно же, подчеркивается общая идея, которую мы наблюдали с вами уже в рассказах о судьбе Авраама, потом Исаака и вот теперь Иакова. Может быть, даже больше параллелей между Иаковом и Авраамом, потому что, как и в предыдущих главах, вот мы видим человека, который получил благословение Божье, это реальность, это благословение действительно работает, требует от того, кто является носителем этого благословения, тоже определенных действий и отношения, и при этом всякий раз, когда обещанное, люди пытаются решить человеческими средствами, получается плохо и в общем предусудительно, некрасиво. Вот это некая матрица, которую прикладываешь буквально почти к каждому эпизоду, где действительно вот бросается в глаза это. Лишь тогда, когда Бог поступает по-своему и человек это принимает, вот тогда все получается удивительно и неожиданно хорошо. Собственно говоря, это и есть коммуникативное намерение составителя, показать читателю, что предок, основавший этот народ, тот народ, к которому относится потенциальная аудитория книги, вот этот человек обретает благословение, и это благословение становится реальностью, когда он слушается воле Божьей вне зависимости ни от чего, потому что это актуально и для целевой аудитории. Итак, вот 29 глава, начинается рассказ о судьбе Иакова в Месопотамии. В предыдущей главе он отправился за женой в Месопотамию, к родственникам своего отца Исаака и матери Ревекки. Собственно говоря, его отправили к Лавану, который брат Ревекки, его матери. Ну и, в общем, принято думать, что это было важно не по каким-то этническим или политическим соображениям или каким-нибудь еще, а потому что потомки Фары, отца Авраама, ну и вообще клан сынов Еверовых, которым Фара принадлежал, это были некоторые синицкие монотеисты, которые чтили одного бога. Между прочим, в вот этой новелле о Исааке и его судьбе как раз Лаванта вовсе даже и не оказывается таким единобожником, монотеистом, почитающим единого бога. Там какие-то есть, мы увидим в последующих главах, намеки на то, что не все так просто. Но, тем не менее, вот традиционное толкование, что он берет или должен взять жену из дома Лавана, потому что Лаван чтит того же бога, что и Исаак, отец Якова, того же бога, который благословил Авраама и Исаака. Ну и еще здесь возможны, конечно, какие-то этнокультурные соображения, но они совершенно не видны в тексте, поэтому при всей неидеальности предложенного объяснения, почему он идет к Лавану, других, в общем, убедительных или хотя бы более убедительных объяснений тоже, в общем, найти почти невозможно. Итак, идет он к Лавану, и здесь мы видим ситуации, очень похожие опять-таки на предыдущие рассказы. Настолько, что иной раз исследователи более критически настроенные полагают, что, скажем, был некий рассказ о том, как у колодца что-то там такое драматическое произошло, никто не помнит, что. В результате чего главный герой находит девушку, которая станет его женой, и в одном варианте, как предполагают, рассказ был сохранен одним источником, и там он про Исаака, а в другом варианте рассказ про Иакова. И действительно, происходит место чрезвычайно похожее на то, что мы уже видели. Колодец, и слуги Лавана, и дочь Лавана приходят к этому колодцу с овцами, и здесь вот необходима должна произойти встреча героя с этой девушкой. Ну, в случае с Исааком мы видели, что там фигурирует раб Авраама, и он там просит девушку, чтобы она своим ведром напоила его верблюдов. Здесь, ну, чуть по-другому, литературно изображено иначе. Здесь Иаков отваливает каменную крышку колодца, видимо, такую достаточно убедительную, для того, чтобы, соответственно, Рахиль, вот эта девушка, дочь Лавана, которую Иаков избирает себе в жены, в этот же момент все случается прямо тут, любовь с первого взгляда, все как в романтической литературе положено. Вот он отваливает крышку, каменную крышку колодца, чтобы Рахиль могла напоить овец. Ну, и, соответственно, здесь они знакомятся, встречаются. Теперь дальше, вот, рассказывается о том, как Иаков попадает в дом Лавана, и Лаван говорит Иакову, вот, зачем же тебе служить мне даром, только потому, что ты родственник. А Иаков некоторое время уже там живет и, соответственно, работает, что-то там такое скотоводческое делает в доме Лавана. И на вопрос, чем мне тебя оплатить, Иаков говорит Лавану, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Ну, хорошо, прекрасно, хотя тоже, понимаете, мы все знаем, что на белом свете бывает Колым. Ну, бывает. Вообще говоря, не знаю, как сейчас, когда я был совсем юным, вроде как это не поощрялось. Ну, и здесь, вот он, не Колым должен заплатить, хотя мог бы серебра с собой привезти, а должен работать, да еще и 7 лет. Честно говоря, ну, я понимаю, что он влюбился, допустим, но 7 лет – это серьезная вещь, при том, что заметьте, что жизнь коротка. даже если мы предположим, что срок жизни патриархов не такой, как у всех тогда, 35-40 лет, максимум 50, а там все 100 с лишним, все равно. Одним словом, это вот такая, действительно, литературная подробность. Хорошо. Насколько она исторична? Большой вопрос, на который совершенно не интересно отвечать, потому что это ничего не меняет. Вообще историчность этого предания не очень много значит для читателя, как того читателя, для которого писали и составляли этот текст, так и для современного. На самом деле попытки доказать, что все исторические лица и события имели место ровно так, как написано, это, конечно, по-своему роду нелепо. Важно не это, а важно, что Лаван соглашается, в 7 лет Иаков работает ему, и тут ему во время свадьбы ночью подсовывают, обратите внимание, подсовывают другую девушку, старшую сестру Рахили. Ну, там Лаван что-то ему плетет про то, что у нас так не делают, не выдают младшую раньше старшей. Ты 7 лет назад не мог об этом сказать? Ну, в общем, Иаков имеет полное право быть не в большом восторге от своего действия, скажем прямо. И Лаван требует, чтобы он еще 7 лет работал, и теперь за другую жену. Правда, эту самую другую жену ему отдают более или менее стрессу. Вот такая вот история. Увлекательно, драматично можно снимать кино. Такое все это в песках, знаете, в интерьере Лоуренса Аравийского. Замечательно. Полторы страницы, Господь Бог наш, не упоминается вообще. Вот там. Это тоже важно понимать, потому что на месте составителя любой из нас, скорее всего, сократил бы эти тексты, оставил бы гораздо меньше, и оставил бы только то, что имеет отношение к вере, к религии, к Богу, где он хотя бы упоминается, где что-то о нем говорится. Но составитель думает иначе. Для него это драгоценный национальный эпос, который должен быть сохранен, зафиксирован в тексте. Соответственно, невозможно его редактировать с точки зрения содержания, видимо. Хотя, с другой стороны, в каких-то местах это делается. Ну и, в конце концов, заканчивается повествование этой главы тем, что вот за то время, за те семь лет, которые Иаков отрабатывал Лавану за вторую жену, за Рахиль, младшую сестру Лии, за это время Лия рождает ему сыновей. И вот тут говорится, что Господь Бог увидел, что Лия нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Получается, что автор знает о Боге и хочет сообщить о Боге вот именно это, что Бог на стороне отвергнутых. Ну, там, Лию нельзя считать уж совсем отвергнутой, ее не выгоняют из шатра. Нет, конечно. Тем не менее, она нелюбима. Это, ну, вообще говоря, это всегда довольно-таки больно в семье, в частности. И Бог на ее стороне. Он не на стороне победителя, не на стороне той девушки, которая, которой повезло быть любимой Иаковом. Хотя тоже, ну, там, про везение здесь говорить не приходится. Еще раз напомню, что это роман. И вот именно в него, в эту романтическую ситуацию автор и составитель, может быть, и автор, вставляет вот это сообщение о том, что Бог на стороне тех, кто обделен любовью. это крохотная деталь. Одна фраза в 31 стихе, и ее очень легко проскочить и не заметить, но она может быть одной из немногих оправданий. Ну, в каждой главе такое одна-две фразы будут. Одна из оправданий, почему этот рассказ здесь существует и не сокращен до кратчайшего конспекта. и, соответственно, дальше эта мысль так или иначе в этой главе развивается. Дело не ограничивается одной фразой. Лия рождает и рождает второго сына, всякий раз рождая сына, она говорит, «Господь призрел на мое бедствие, дал мне сына, теперь будет любить меня муж мой». Как бы не так, Иаков совершенно не меняет свое отношение к Лии, но, тем не менее, Лия зачала опять, родила второго сына, «Господь услышал, что я нелюбима и дал мне и этого сына». И еще третьего, и четвертого. И вот видите, оказывается множество сыновей, которые Иаков от Бога получает, но он-то их пытается, так сказать, добиться в совсем другом месте. У него любимая жена Рахиль, он думает, что вот здесь будут дети, передаст обетование и благословение, а вот есть Лия, и она рожает, это ее дети, старшие потомки, Иакова, хочешь, не хочешь. Вот даже в таком малом мы видим эту принципиальную картину, так, как человек пытается сделать от Рахиля получить сыновей. Не получается. Потом получится, но и сильно потом. А получается так, Бог хочет. И он, заметьте тоже, что автор обращает наше с вами внимание на то, что Бог смотрит в этот момент не на Якова, а на Лию. Субтитры Субтитры